Друзья, всем привет! С вами Андрей. Сегодня мы посмотрим на цены по каталогу Avers. Он хоть и 2008 года. 2008 год пришелся пиком на цены по антиквариату. Книга вышла в 2008 году, даже сразу после выхода книги. Немножко цены уже просели от тех, которых есть в этом каталоге. Сейчас они, конечно, еще дешевле. Но все равно очень интересно посмотреть, какие цены. И как-то можно ориентироваться по этим значкам. То есть они стали ниже, но все же для ориентира он очень удобен. Есть просто такие значки, которые, я думаю, стоят дороже, чем показаны в этом каталоге. Просто они настолько редкие, что они могут быть в одном или двух экземплярах. Сегодня покажу даже значок, который стоит 50 тысяч. 50 тысяч за значок. Вы себе представляете? Немножко для большего удобства я возьму вот один значок, который есть вот здесь на обложке каталога. И мы найдем его, посмотрим, сколько стоит он. Плюс попутно посмотрим значки по каталогу, какие есть цены. Все я, конечно, показывать не буду. Покажу несколько значков, чтобы стало понятно, что есть дорогие значки. Можно определить их цену. Можно продать эти значки. Можно просто узнать, сколько они стоят. Открутим гайку. Здесь можно видеть номер знака. 2421. Видно, да? Ну, поехали смотреть сам каталог. Здесь вот знаки делегатов и съездов КПСС. Идет номер знака, да? Вот здесь каталожный. Знак делегата 23-го съезда КПСС, 1966 год. Изготовлен топмак, эмаль, булавка. То есть, сзади у него вот такая булавка, как на этой фотографии. Цена 120-140. Так, выборочно пооткрываю, друзья. Вот, допустим, за индустриализацию страны. Судостроительный завод имени Амарти, 29-й год. Серебро, эмаль. Цена 10-12 тысяч. Номер этого у нас 313. Вот он, этот значок. Видите, да? Какие красивые знаки. Это знаки героев труда и ударников первых пятилеток. Здесь, конечно, много дорогих значков. Вот здесь знаки. Это тоже герои труда и ударники первых пятилеток. Вот вверху написано, видите? Ну, допустим, на бум первый значок. Вот 343. Это как пользоваться каталогом. Вот он, 343. Лучшие ударницы, 30-е годы. Сталь, омеднение, эмаль, винт. 1500-2000. Вот он, сам знак. Вот так он выглядит. Здесь достаточно качественные фотографии в этом каталоге. Так, перелистнём дальше. Здесь у нас крупные стройки, походы и юбилеи предприятий. 20-40-х годов знаки. Вот интересный знак. 496, да? Вот смотрим. Памятный знак в честь спуска на воду. 50-го торпедного катера АНТ, 1932 год. Знак у нас изготовлен серебро, эмаль, винт. Цена 2-2,5 тысячи. Вот он, сам знак, да? Много очень интересных знаков. Многие знаки могут у вас просто лежать где-то в шкатулочках, в коробочках. Вы даже не подозреваете, сколько они стоят денег. Вот, допустим, 530-ый. Видите, да? Здесь даже нету фотографии. То есть, знак вроде как, по-моему, просто нарисован. Значит, он очень редкий. Знак в честь окончания строительства Московского прожекторного завода, 35-го года. Серебро, эмаль, винт. Цена 4-5 тысяч. А вот вообще, интересный знак. Остров Врангеля. Памятный знак за экспедицию на остров Врангеля, 1924-ый год. Вы представляете, друзья, серебро, эмаль, винт. Знак стоит 40-50 тысяч. Это просто уму непостижимо, да? Для некоторых из вас. Вот таких огромных денег могут стоить значки. Ты представляешь? А вдруг этот знак непосредственно у тебя? Проверь обязательно свои вымпелы, шкатулочки. Вдруг. Ты представляешь, сколько это денег? Обязательно сделай фотографию и отправляй мне ее на Вайбер. Вот, допустим, значок. Это у нас здесь знаки по крупнейшей стройке, походы, юбилеи предприятий, 20-х, 40-х годов. Вот, допустим, в самом верху мы видим жетон за номером 20, под номером 523. Жетон 25 лет ленинградскому трамваю, 32-й год. Серебро, эмаль, 1200-1500. Открываю абсолютно наугад страницы. Я ничего не выбираю. Так. Вот, допустим, знаки отличников соцсоренований. Транспорт. Заналет 300 тысяч километров. 35-й год, тире 73-й год. Выдавался этот знак. Вот, допустим, первый его вариант. Из тех, которые есть здесь, предоставлены фотографии. Фотография под 768 и буква еще есть, буква Б. Вот мы смотрим. Буква Б, 738. Самолет, ПС-89, серебро, эмаль, винт, ВКХ, 4000-5000. Вот, также, отличники соцсоренований легкая промышленность. Нарком Текстиль. Отличник соцсоренований, 39-й, 46-й год. 785 номер. Вот, допустим, под номером А. Это у нас серебро, эмаль, винт. Цена 1000-1200. Под номером Б, 41-й год, тире 46-й год. Бронза, эмаль, винт, 250-300. Вот такая, может быть, цена на значки. Вот, опять же, так, раз. Просто наугад открываю и смотрим. Знаки профессиональных союзов. Вот, вверху написано. Всесоюзный союз рабочих пищевой и вкусной промышленности. 24-й, 31-й год. Номер 1309. Вот он у нас 1309. А. Фотография не представлена. Представлена под номером Б. Бронза, эмаль, винт, 1200-1500. Здесь у нас А, который не представлен. Это он должен быть в серебре. Эмаль, винт, 3-4000. Вы можете себе представить, друзья, да? Знак 50 тысяч. 50. Смотрим дальше. Так, и вот у нас знаки отличников соцсоревнования. Транспорт, водный транспорт. Знак этот у нас почетному работнику морского флота. Сейчас открутим опять заднюю гайку, чтобы понять, к какому номеру он относится. Видите, да, какой у него реверс? Вот может быть вот такой сзади, а может быть вот такой. У нас относится знак к этому типу. То есть 753А. Смотрим. 753А. Бронза, серебрение, эмаль, эмаль, винт, реверс, контрельефный. Контрельефный это вот, видите, такой у него своеобразный контрельеф. То есть он не такой, как у этого значка, да? Видите разницу, да? Вот если поставить, вот так показать. А вот такой. Стоимость данного знака 500-700. Видите, а с таким реверсом немного дороже. Реверс плоский, знак без номера 1200-1500. Поэтому не всегда первый тип дороже второго. Так, смотрим дальше. Листаю абсолютно на выбор знаки добровольных обществ. Основ и освод. Вот, допустим, знак, которого нету фотографии, а просто картинка. 1700. Номер. Членский знак основ. 20-й год. Серебро, эмаль, винт. 1500-1800. Вооруженные силы. Знаки за окончания учебных заведений. Вот, допустим, знак 22-1800. Смотрим. Кавалерийская школа, 20-й год. Серебро, эмаль, винт. Цена 8-10 тысяч. Вот, допустим, интересно посмотреть вот такие знаки. Это знаки членов ЦИК и депутатов Верховных Советов. Вот они бывают разные, разных республик. Ну, вот, допустим, знак, к примеру, член ЦИК РСФСР 20-е и 30-е годы. 2-3 тысячи. Номер 24-96. Вот он, этот знак. Знаки 50-х, 80-х годов. За окончание учебных заведений. Друзья, каталоги листать можно вечно и долго. Пока не подержишь в руке сам знак, не поймешь, как он выглядит, как он был сделан, как сделана горячая эмаль, если у него должна быть горячая эмаль, как сделана холодная эмаль, если у него холодная эмаль у знака. В общем, нюансов очень много. Подделок тоже очень много. Если именно ты хочешь продать какой-то знак, делай, пожалуйста, фотографию и отправляй мне ее на Viber. Viber мой всегда есть под видео. Также есть почта для тех, кому удобно отправлять на почту. Для тех, кто хочет научиться разбираться в значках, торговать значками, то есть покупать, продавать, я советую купить и каталог Avers. На днях ко мне подходил подписчик, вот вчера в клубе, он ходил себе купил Avers. Avers он купил на данный момент за, просили за него 3 тысячи, он сказал, он его купил за 2,5 тысячи. Поэтому это не такие большие деньги. Кстати, когда он вышел в 2008 году, он стоил 300 долларов. Я покупал, допустим, тогда за 300 долларов. Конечно, ты скажешь, можно скачать где-то в интернете. Можно. Но мне, допустим, не в кайф смотреть в компьютер, мне лучше пообщаться с книгой, я могу там более детально все рассмотреть, в любой момент могу взять в руки и почитать, посмотреть, поискать тот или иной знак, который стоит каких-то денег, чтобы разобраться. Ну, как по мне, так книга гораздо удобнее. Ну, все, друзья, до новых встреч, всем пока, пишите в комментариях обязательно, кстати, поделитесь еще этим видео со своими друзьями в социальных сетях, для того, чтобы больше людей узнало, что некоторые значки стоят очень дорого. делитесь этим видео, в комментариях напишите, какие видосы вы хотите еще посмотреть, я обязательно постараюсь их сделать, по мере возможности, конечно, но буду стараться. До новых встреч, друзья, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok